Привет братишки, привет сестренки! Сегодня мы с вами проведем эксперимент паковки традиционного якутского ножа из простой автомобильной пружины. Цель эксперимента проверить и показать как работает мой газовый горн, а вернее газовая горелка, а заодно изучить кузнечную технологию изготовления клинков. Казалось бы нет ничего проще, бери кусок металла, бери молоток и куй себе на здоровье, но не все так просто. При ковке ножа существует как подводные камни, так и некоторые тонкости, о которых вам никто не расскажет, а также нужно иметь определенные знания в плане того, что такое закалка, нормализация, внутреннее напряжение металла, отпуск, ковочная температура и так далее. Соблюдая технологию изготовления у вас получится замечательный нож с прекрасными техническими характеристиками. Итак, начнем. Для начала я беру отрезок пружины небольшой и привариваю ее к арматуре. Это делается для удобства, чтобы не использовать длинные кузнечные щипцы. Пружину для начала нужно выровнять, чтобы потом формировать из нее лезвие ножа. Это мне позволит сделать мой газовый горн. На канале уже есть видео о том, как сделать горн из шамотного кирпича, а также газовую горелку к нему. В горн я подаю газпропан из баллона, а также принудительно нагнетаю воздух при помощи насоса улитки, что позволяет мне без каких-либо лишних хлопот нагреть заготовку за пару минут до 1200 градусов. Это вам не инжекционные горелки. В процессе же самой ковки заготовку нужно постоянно прогревать до ковочной температуры. Это в границах между 700 и 1100 градусами. Для этого заготовку нужно поместить в мой горн всего на 15-20 секунд и можно продолжать ковку. Ковать при помощи газового кузнечного горна одно удовольствие. Очень быстрый нагрев и никакой копоти, как у угольного. Температуру металла опытные кузнецы различают по цвету. Если металл ослепительно белый, то это 1300 градусов. Если темно-коричневый, это 550 градусов. Ковочная же температура начинается от 1100 градусов, когда металл темно-желтый, до примерно 700 градусов, это когда металл темно-вишневый. После того, как я расковал пружину в пластину, мне нужно сделать дол, который символизирует кость, как материал для ножей древних якутов. Это как раз тот случай, когда кузнец применяет для ковки не только руки, но и ноги, как средство зажима специального инструмента. Это такой шарик, приваренный на арматуру. Еще для зажима используют цепь, намотанную вокруг наковальны. Ее натягивает ногой, вставив стремя, которое находится на конце цепи. После того, как дол будет готов, заготовку нужно выровнять, а затем мы приступаем к изготовлению хвостовика. Для этого мы плющим металл с четырех сторон, вытягивая его по длине рукояти. После этого ковку можно считать законченной. Еще нам нужно сделать отжиг. Это вид термической обработки металла, заключающийся в нагреве до определенной температуры, выдержке в течение определенного времени при этой температуре и последующем обычном медленном охлаждении до комнатной температуры. При отжиге осуществляются процессы возврата, отдыха металлов, рекристаллизации и гомогенизации. Попросту говоря, я разогреваю заготовку в горне и оставляю ее там остывать вместе с горном. После этого металл становится мягким и податливым, пластичным, что очень способствует механической слесарной обработке, при помощи которой мы придаем ей форму нашего будущего ножа. Нож якут это особенный нож с асимметричной заточкой, то есть если смотреть на него со стороны обуха, то дол должен находиться справа, в таком случае это будет нож для правши. Но это я уже узнал в процессе монтажа, поэтому все время я делал клинок для левши. Лезвие можно обрабатывать разными способами и напильником и лентошлифовальной машинкой, что ускоряет процесс, но еще есть специальные станки для ножей, которые называются гриндеры. На них очень легко отшлифовать ровным, сделать спуски, но такие станки очень дорогие и нужны, я думаю, только тем, кто постоянно занимается производством ножей. Во всех других случаях, я думаю, можно обойтись обычной лентошлифовальной машинкой или напильником, затратив немного больше времени, как в моем случае. Скажу больше, в предании формы напильником даже что-то есть. Это дает неспешное наслаждение производством ножа, а также время для того, чтобы подумать о конечном продукте. С одной стороны лезвие якута имеет полностью плоскую форму, с другой же его делают по-разному. Кто-то делает линзу, но я сделал три грани, выведя ровные красивые спуски. Повторяю, на гриндере эта операция занимает каких-то 10 минут, мне же для этого потребовалось целых два дня. Но я считаю, что ручная работа помимо наслаждения добавляет только ценности ножу. После работы напильником на ноже остаются вот такие царапины, бороздки, которые убираются впоследствии посредством полировки. Это можно сделать наждачной бумагой и на круге. Режущую кромку нужно оставить не заточенной. Если этот момент упустить и заточить ее до закалки, то при самой закалки клинок обязательно поведет. Берем в руки брусок из наждачной бумагой и начинаем полировать лезвие, убирая все эти бороздки. Я использовал наждачную бумагу сначала сотку, а затем пять сотой гриндности. Полировать нож в зеркало не нужно, так как нас еще ожидает процедура нормализации и закалки. Нормализация это вид термической обработки стали, заключающийся в нагреве до определенной температуры, выдержке и последующем охлаждении. Провожу ее в древесном угле, чтобы применить к металлу на углероживание. После процесса нормализации на металле появляются цвета повижалости. Они говорят кузнецу о равномерности прогрева и его температуре. У меня это от коричневого до темно-синего, то есть 240-300 градусов, но это индикатор не очень точный. Закалка это один из ключевых моментов термообработки, которая в свою очередь является целой наукой и позволяет вам добиться от клинка определенных свойств, в зависимости от того, какую закалку вы будете проводить. Хочу еще разочек похвастаться своим газовым горном. В правом верхнем углу я вставил секундомер. Видео не ускорял и не обрезал, специально для того, чтобы показать как быстро он нагнетает нужную температуру. Конструкция моей горелки позволяет это сделать без проблем, даже не утепляя горн и не используя для этого специальные плиты ШПГТ. Короче говоря, не напрягаясь, за полторы-две минуты я в легкую достигаю температуры 1300 градусов, открутив газ на минимальное значение. Закалку я буду делать двойную, сначала в воде, а затем до полного охлаждения в масле. Эта магия по изменению структуры металла увеличивает ударопрочность, а также последующим режущие свойства вашего ножа. Время нахождения в воде при закалке контролирую окончанием дрожания кузнечных щипцов. Далее над лезвием проводятся следующие работы. Отпуск, полировка в зеркало, затем не нужно будет сделать рукоятку, ножны, но это все не уместить в одном ролике. Поэтому продолжение зависит от вашей активности. Ставьте лайки под видео, пишите комментарии и делитесь с друзьями, а я потом посмотрю и решу, нужно ли продолжение этой темы или нет.